Добрый день. В эфире программа «Своими словами», в которой мы будем обсуждать события, которые произошли на прошлой неделе. И у нас в гостях преподаватель кафедры политологии Омского государственного университета Иван Жуков. Добрый день. Здравствуйте, Евгений. На прошлой неделе у нас было два ярких события. Это победная игра авангарда и представление трех кандидатов на пост губернатора. Ну, если в победной игре авангарда практически никто не сомневался, то в определении финального кандидата были сомнения. То есть будет представлен у нас Александр Артемов, лидер Единой России в регионе, и Виктор Назаров, генеральный директор ЗАО «Газпром Межрегион Омск». На ваш взгляд, почему президент сделал выбор в пользу Назарова, а не в пользу представителя Единой России? Во-первых, и вас победа, Евгений. По поводу губернаторов. Президент уже на днях буквально предложил законодательному собранию кандидатуру действительно Назарова Виктора Ивановича. Чем он отличается от остальных? Ну, вообще, хотелось бы сказать вот о чем. Сейчас в России 2012 год в плане кадрового, в плане назначения глав регионов довольно интересный. То есть за 2012 год планируется 14 плановых замен глав регионов, не считая внеплановых отставок. Из них несколько регионов очень интересные. В частности, это 4 сибирских региона, которые могли бы быть интересны. Такие регионы мощные в экономическом плане, как Краснодарский край, Ярославская и Белгородская области, естественно, Москва и Ленинградская области. В части из этих регионов назначения уже состоялись. Что отличает Виктора Назарова от остальных двух кандидатов? Несмотря на определенные дискуссии, которые велись в отношении каждого из кандидатов, большинство все-таки экспертов склонялось к кандидатуре Назарова по нескольким причинам. Во-первых, по слухам, мы можем оперировать только неофициальной информацией, было дано распоряжение о назначении нейтрального кандидата, нейтрального губернатора, не вовлеченного в предыдущую, все время беспокоящую центр борьбу города и области, что стало для Омска хронической болезнью за последние 20 лет. Газпром со всеми аффилированными структурами является очень мощным кадровым резервом для Москвы в плане назначения глав регионов. В частности, я просто хотел бы привести пример не только в Омске, но и в соседней Томской области, где тоже долго правил так называемый долгожитель Крес. Ему на смену пришел представитель Газпрома, причем структура, отвечающая за Краснодар, где тоже скоро будет назначение нового главы. Довольно интересная картина складывается. Так вот, с одной стороны, Виктор Назаров это не варяг, это амич, который родился на территории Омской области, работал здесь. То есть, его назначение не приведет к отрицательной реакции местной элиты, которая, как правило, к варягам относится не очень хорошо. Он представитель вертикально интегрированной федеральной структуры Газпром, ориентированной на Москву. Стало быть, это с одной стороны, это говорит о нейтральности его, невовлеченности в борьбу города и области. С другой стороны, его ориентация на федеральный центр, на Москву. То есть, вкупе с определенным опытом, это делает его кандидатом, если не безупречным, то весьма привлекательным для Москвы. То есть, устраивающим многих. Устраивающим многих, совершенно верно. Здесь, скорее всего, учитывали, наверное, его опыт какой-то хозяйственный, потому что в области достаточно много проблем, то есть, один долг только в 17 миллиардов чего стоит. Здесь должен быть человек не просто близкий к политике партии власти, но и наверняка имеющий опыт управления большим хозяйством. Мне кажется, еще и в этом его плюс, Назаров. Я думаю, что определенная логика, конечно, в этом есть, но не нужно забывать о том, где до своего последнего кадрового перемещения работал Виктор Иванович Назаров. То есть, он выпускник юрфака МГУ, он работал в органах прокуратуры, он работал юристом в разных компаниях. То есть, собственно говоря, хозяйственной деятельностью он занимался далеко не всегда. То есть, чистым хозяйственником он не является. На мой взгляд, данное назначение продиктовано, скорее, причинами политическими, нежели профессиональной полностью характеристикой. То есть, если бы федеральный центр желал назначить хозяйственника, то, я думаю, нашлись бы и другие кандидатуры. Но кандидатура Виктора Ивановича Назарова оказалась удобной, в том числе в политическом плане. Что позволяет, допустим, региону предоставить, возможно, определенные дополнительные финансовые гарантии. Опять-таки, по слухам, которыми мы только и можем, наверное, руководствоваться, «Газпром» гарантировал определенные дополнительные вложения в экономику региона. То есть, в этом плане близость Виктора Назарова к такой структуре, вызывающей уважение, как «Газпром», в общем-то, не должна вызывать какого-то противодействия со стороны региональной элиты, просто потому, что это фигура, близкая к «Газпрому», а значит, обладающая определенным влиянием. Он наверняка будет использовать структуру близкую, по-прежнему местной работы, для реализации каких-то программ в регионе. Я думаю, да. Но здесь вот во всей этой картине есть момент, который меня, конечно, настораживает. Дело в том, что в ситуации, если не кризисной, то беспокоящий центр, тот переходит к практике чисто советской, практике кадровых назначений. То есть, если мы берем кандидатуру Назарова, кто этот представитель, даже не бизнеса, а скорее той группы, которую назвали «Директорский корпус», руководители государственных предприятий, которые назначаются высшестоящей организацией или рекомендуется нижестоящей к избранию. То есть, это механизм, во многом напоминающий советскую систему рекрутирования состава политической элиты. И вот то, что лично меня настораживает, это отсутствие какой бы то ни было публичности. Вот если мы вспомним все дискуссии, которые в прессе, в интернете развернулись, «Хуй из мистера Назаров», да, как говорили при приходе к власти Путина. То есть, фигура не публичная. С одной стороны, это, конечно, хорошо, не вовлеченные скандалы. С другой стороны, фигура широкой публики неизвестная. Кулуарность, которая сопровождает принятие важных кадровых решений, конечно, настораживает. Публичности нет, а стало быть, и легитимности широкой у нового главы региона тоже нет. Апеллировать к поддержке регионального сообщества он не может просто по той причине, что это региональное сообщество с ним не знакомо. Вы имеете в виду, что не был запущен механизм выборности этой должности, а привели пока к механизму назначения. Да, к старому, доброму, надежному. Если партия прикажет, то человек из одной должности может перейти на другую. Но вот выборность — это всегда какой-то элемент непредсказуемости в себе несет, особенно для партии власти. Вполне возможно, что если бы к представленным кандидатам на такой пост губернатора добавился бы какой-то независимый, действительно независимый кандидат, у него, может быть, было не меньше шансов победить в этой борьбе. Да, можем посмотреть на дискуссии, которая периодически разворачивается, скажем, на муниципальном уровне, самом близком. Давайте предложим единого кандидата от общественности. Давайте постараемся сделать так, чтобы он был избран. Оставляя в стороне, прагматическую сторону вопроса, шансы такого кандидата на избрание, мы, тем не менее, ясно видим потребность общественности на участие в полноценном выборном процессе. Вот такой процесс прошел в Ярославле, и там как раз независимый кандидат победил, только потому, что удалось объединиться очень многим и таким разноплановым политическим партиям, выдвинуть единого независимого кандидата. Правильно я понимаю? Да, вот вообще в Ярославле ситуация там очень интересная. Ярославль, конечно, интересный город. Во-первых, если начать с географии, Ярославль — это, конечно, не такой крупный город, как Омск. Раза в два поменьше. Но, тем не менее, тоже город, близящийся к Москве. Да, во-первых, это город европейской части. Город относительно крупный. Крупные города, вот как показывает практика, голосуют иначе, нежели мелкие города и сельская местность. То есть село, как правило, голосует лучше за кандидата от власти. Города крупные, настроены более оппозиционно. Ярославль — это один из тех городов, мне стало любопытно после президентской кампании, как же всё-таки Прохоров выступил. И есть несколько городов, несколько регионов, которые его поддержали хорошо. Какие-то Мурманск, Архангельск, Калининград, Санкт-Петербург и область, Москва и область, Ярославль, Белгород, Екатеринбург на Урале, а за Уралом — Томск и Магадан, как ни странно. То есть, крупные города, находящиеся, как можно сказать, на перекрёстках. Соответственно, Ярославль имел определённый оппозиционный потенциал. Что там ещё произошло? Какой фактор? Фактор усталости, потому что бывший мэр в должности находился очень долго. И в любом случае, каким бы хорошим управленцем он ни был, имеет место эффект усталости населения от лидера. И последний, самый важный фактор, который повлиял, — это достижение оппозиции, соглашения о выдвижении единого кандидата. В КУПе это привело не просто к победе, а к победе бесспорной. 67 приблизительно против 29. Результат, который оспорить практически невозможно. С поражением представителей от партии власти на выборах Ярославля мы можем увидеть, что потеря партии власти «Единой России» своего рейтинга превращается в устойчивую тенденцию. Партия оказывается в очень чекотливом положении. С одной стороны, с этим надо что-то делать. Что делать, они не знают. Например, Грызлов говорил о том, что партия готова на широкие дискуссии, партия готова провести ребрендинг, внутрипартийные какие-то совещания. Но это все застарелая мантра, которую они повторяют регулярно. Соответственно, в условиях к тому же того, что на президентской кампании Путин от партии, так сказать, несколько дистанцировался, партия оказывается в очень таком, если не угрожающем, то во всяком случае неустойчивом положении. Что-то делать надо, что делать непонятно, а грядут и новые муниципальные выборы. И партия становится перед угрозой стать силой второго плана, возможно. Ну вот как раз победа Ярославля, она определилась по большей части тем, что независимый кандидат построил свою избирательную кампанию на критике партии власти. То есть там и вскрытие коррупции, и вскрытие недостатков. То есть на этой волне, на критике власти он и выиграл выборы. То есть на самом деле действительно, может быть, пришло время что-то переосмыслить самой партии, может быть, действительно нужно обновляться. Безусловно, обновляться нужно, потому что такой колоссальный механизм в течение целого ряда лет без изменений существовать не может. И по поводу критики, ну вообще он сам бывший единоросс, много кто строит на критике свою программу, на критике партии власти этого не делает, только ленивый. Здесь, наверное, речь идет о том, что Урлашов с одной стороны оказался компромиссной фигурой для всех оппозиционных сил, с другой стороны, он не первый день в ярославской политике, он оказался кандидатом, производящим наиболее благоприятные впечатления на население. Достаточно просто посетить его сайт. Программа его, это вы знаете, смесь критики определенных личных обещаний. То есть я обещаю, что мэр этого делать не будет, например. Я гарантирую личное обещание. Это дает основания полагать, что и, в общем-то, до данного процесса он был дал довольно высоким рейтингом. Поэтому, собственно говоря, с этой кандидатурой согласились оппозиционеры. Конечно, в политике важно не просто критиковать, должна быть конструктивная критика. И в этой части просто нужно будет через какое-то время посмотреть на реальные дела того же мэра, которого избрали в Ярославле. Возвращаясь к ситуации в Омске, в частности, к новой кандидатуре губернатора, то есть ему достанется действительно непростое наследство и долг 17 миллиардов. Но, с другой стороны, возврат налогов в Омскую область от Газпрома, наверное, будет в какой-то такой подспоре. Да, сейчас интернет-общественность вообще была взбудоражена не только новой кандидатурой, уже фактически будущим губернатором, но и вестью о том, что, как сказали, Медведев вернул налоги в Омск. Но здесь нужно чуть-чуть поподробнее рассмотреть. Ну, это вот вещи связаны с назначением человека из Газпрома, как вы думаете? Я думаю, нет. Почему? Потому что, вот говорят, Медведев принял указ или выпустили закон. Речь идет о целом пакете документов. И вообще, вот понятие консолидированная группа налогоплательщиков. О его введении начали говорить уже давно. В 11-м году первые поправки налогового кодекса, если мне память не изменяет, начали вноситься. А сейчас приняты нормативные акты, которые просто конкретизируют, дополняют вот эти введения. Соответственно, если раньше предприятия крупные платили налоги по месту регистрации головной структуры, то сейчас в налоговый кодекс введено понятие консолидированная группа налогоплательщиков. То есть крупное предприятие, соответствующее определенным показателям, может зарегистрировать себя, объявить как о добровольной консолидированной группе налогоплательщиков. Это значит, что Газпром, 50 примерно юрлиц, которые у вас в этой структуре находятся, 4 тысячи предприятий, о чем в интернет-статьях пишется. Каждая из них будет платить налоги по месту фактического нахождения. В самом налоговом кодексе об этом говорится мало. То есть принимаются некоторые нормативные акты, которые конкретизируют. В частности, был принят федеральный закон, который касался именно предприятий, являющихся собственниками объектов единой системы газоснабжения. Вот конкретно по газовым предприятиям. Формулы расчета налогов и, соответственно, налог на прибыль, они платят, там упоминается, субъект федерации, где это предприятие находится. Но здесь нельзя смотреть на это с таким безудержным оптимизмом. Почему? Во-первых, это соглашение добровольное. То есть никто не обязывает Газпром регистрироваться. Но уже то, что Газпром одним из первых предприятий зарегистрировался как консолидированная группа налогоплательщиков, это указывает на что? Это решение политическое, продиктованное определенными экономическими соображениями. То есть предприятия, которые входят в состав этой группы, они заключают договор о создании этой группы консолидированной. Этот договор срочный, заключается на определенный срок. По истечении срока он может продлеваться, либо нет. Он может быть прекращен досрочно, его действия. Соответственно, Газпром дал, Газпром забрал. Сейчас в России 3 или 4 крупных структуры нефтяных и газовых объявили о регистрации себя как консолидированных групп налогоплательщиков. По поводу налоговых приоритетов я, честно говоря, подробно сказать не готов, потому что это очень запутанная система. И вот я думаю, что данное решение представляет собой, так скажем, реверанс в сторону регионов, а особенно регионов нефтегазоносных, Сибири в частности. Почему? Вот если мы посмотрим на распределение должностей среди вице-премьеров, на правительственные комиссии, мы увидим там упоминание только одного региона, Северный Кавказ, развитие Северного Кавказа и прочее, прочее, прочее. Вот сейчас, буквально, может быть, последние недели 2-3, наметилось некоторое изменение. То есть, если пока нереальные движения, то, во всяком случае, выражение намерений развивать, в том числе и сибирский регион. Например, это заявление о том, что будет создаваться госкорпорация по развитию Сибири. На ее место ее главы прочили Сергея Шойгу. Сейчас он губернатор Московской области. Это, фактически, обратный перевод налогов из двух регионов Москвы и Санкт-Петербурга в сибирские регионы. То есть, от этого решения страдают только два региона столичных. Москва и Петербург. Москва 100 с лишним миллиардов теряет, Петербург какую-то сумму налогов теряет также. То есть, это лишь более справедливое перераспределение налоговых поступлений в сторону тех регионов, которые их, собственно говоря, должны получать. То есть, с одной стороны, это готовилось давно и зрело понимание, что все-таки нельзя обескравливать регионы. С другой стороны, с назначением Назарова так совпало. Все удачно. Я думаю, да, что это совпадение. То есть, это не компенсация «Газпрому». То есть, с одной стороны, могло показаться, что «Газпром» вынудили стать консолидированной группой и дали в качестве компенсации кресла Омского и Томского губернаторов. Но это выглядит, мягко говоря, неубедительно. И здесь, вы знаете, несмотря на положительный, так скажем, эффект от этой меры, да, во всяком случае, имиджевой, я считаю, что это все-таки полумера, палеотиф, капля в море. Потому что в России существует очень важная проблема, которая до сих пор не решена. Это офшоры. Потому что те же энергетические предприятия, даже государственные предприятия, часто регистрируются в офшорах. Некоторые аналитики сравнивают ущерб от деятельности офшоров с ущербом от Великой Отечественной войны. Катастрофичность ситуации с регистрацией предприятия в офшорах довольно емко выразил Путин. Он обозначил двумя словами в отношении энергетиков. Оборзели совсем. Действительно. То есть вот такое количество налогов, это действительно практически вывоз капитала. Но это говорит как раз о какой-то моральной составляющей бизнеса, и тех людей, которые предпринимают такие попытки. А моральная сторона, вернее, моральное качество каждого такого высокого руководителя очень важная составляющая политики. И в первую очередь в таких развитых странах, так сказать, Германии и Венгрии. И буквально события на прошлой неделе, когда президент Венгрии подал в отставку из-за того, что обвинили в плагиате при написании научного труда, о многом говорит. То есть, казалось бы, это не уголовное дело, это не обвинение даже в невзяткой, не коррупции, а обвинение просто в плагиате, причем произошедшее 20 лет назад, и повлекло вот такие действия. Я вот таких примеров, честно говоря, у нас просто не помню. Да, совершенно верно, это пример очень показательный, причем пример в Европе не единичный. Скажем, Карл Теодор Цу Гутенберг, бывший министр обороны Германии, его назвали одним из самых стильных политиков. Выходит отпрыск аристократичного рода. Ситуация примерно то же самое. Скандал с плагиатом его докторской диссертации. Несмотря на то, что он обратился с извинениями, он сказал, что в этот период он очень много работал и стал отцом. А научная общественность ему этого не простила. 50 тысяч подписей сделали свое дело. Причем апеллировали к чему? В письме открытом говорилось, политик, обманувший доверие, не может дальше находиться на своем посту. То есть обман доверия, это категория моральная больше. То есть это не юридическая формулировка. В России возможно ли это? Я бы этот вопрос разделил как бы на две составляющие. Формальная, то есть нормативная и реальная. С формальной точки зрения, лишение ученой степени, кандидата или доктора наук, возможно в том случае, если при повторной экспертизе выясняется, что она не соответствует положению, порядке присуждения ученых степеней. Причем в положении четко прописано, что срок давности такого деяния 3 года максимум. То есть 20 лет это уже, извините, прошло так прошло. То есть, во-первых, 3 года. Что еще можем сказать? В Европе присуждают и лишают степени университеты. Там нет такой структуры, как высшая аттестационная комиссия у нас. В России система несколько отличается. То есть Совет присуждает степень, и в дальнейшем высшая аттестационная комиссия занимается экспертизой. Это Министерство образования и науки. Такие прецеденты у нас происходят довольно редко. И это связано с нивелированием роли ученой степени. То есть, начиная с 90-х годов... То есть, это скорее мода, чем реальное воплощение. Ученая степень, членство в какой-нибудь академии стало для политика приятным дополнением к его статусу. Положено иметь, скажем, квартиру в каком-то районе, ученую степень и так далее. Я не хотел бы называть имени одного политика федерального масштаба. Это бывший спортсмен. Он академик трех академий. Нет, но можно быть почетным академиком. То есть, когда принимает там без каких-то ученых в смысле работ... Действующий академик. Да, да, да. При всем уважении к его спортивным заслугам и, возможно, политическим достижениям, все-таки я бы просто хотел привести один любопытный пример. Академия наук СССР. На должность академика идет замминистра. И его кандидатура рассматривается на заседание академии. Встает председатель и произносит примерно следующие слова. Я смотрю на список трудов товарища. Я понимаю, что если он реально сам написал все эти работы, то он не занимался своей государственной работой. Если он занимался своей государственной работой так, как должен заниматься, то он не мог написать все эти труды. Потому что этим тоже нужно заниматься. Потому что этим тоже нужно заниматься. И заниматься серьезно. Соответственно, моральное давление – это очень важный аспект. То есть, чиновник должен поступать не только, как он должен поступать, но и как ему подобает поступать. То есть, не только в соответствии с законом, то есть, в соответствии с определенными моральными, этическими требованиями. Он может накопить деньги на роскошную машину, но не гоже. Выставлять на показ? Выставлять на показ. В Европе, те, кто бывает в Европе, они отмечают любопытный факт, любопытную деталь. Чиновники на роскошных автомобилях не ездят. И даже в Брюсселе, где находится штаб-квартира международных организаций, как правило, машины, которые стоят у штаб-квартиры… Достаточно скромные. Да, скромные, средние. Может быть, хорошие, но не вопиюще роскошные. Соответственно, здесь давление общественности, конечно, это важнейший фактор. Почему и Шмидт, президент Венгрии, и Цугутенберг, министр обороны, экс-министр обороны, ушли в отставку. Хотя и тот, и другой были довольно популярными политиками. И могли бы еще оставаться. Но репутационный урон оказался слишком серьезным. Вот у нас пока вот эта обратная связь через общественное мнение пока не работает. То есть невозможно, подписав письмо или публиковав открытое письмо, побудить человека выйти в отставку. Или просто пока нет вот такой, скажем, морально-этичной практики, когда человека в чем-то вручают, и он готов сложить в себя полномочия. Здесь вот в чем причина? Причина, знаете, я еще с российской нормативной специфики начну. Дело в том, что у нас вот печально, по своему опыту знаю, диссертации не публикуются после защиты. То есть они лежат в хранилище, куда доступ ограничен. То есть нет открытого доступа. Доступ, да, только к авторефератам диссертаций. То есть диссертации, конечно, появляются в доступе, но это, скажем, сайты по продаже диссертации, 500 рублей с доставкой по Москве, и все. Только так и можешь ознакомиться со своей диссертацией. Соответственно, возможности для общественной экспертизы, научной работы нет. Если человек добровольно публикует свою диссертацию, в качестве монографии, например, или вообще за свои деньги, тогда да. По поводу требований общественности, ну, к сожалению, к сожалению, сейчас фактор общественности, мягко говоря, не настолько силен, чтобы политика вынудить к такому катастрофичному для него решению, как принятие решения об отставке. Дело в том, что вот общепринятой практикой на Западе, например, является принятие моральных кодексов чиновника. То есть это те документы, которые регламентируют очень тонкую сферу отношений чиновника, где почти невозможно провести грань между корыстью, например, да, и подарком. Иногда невозможно регламентировать, вот чиновнику сделали подарок, например, да. Подарили часы роскошные, да, могли от чистого сердца, да, или отдыхал на яхте друзей где-нибудь, да. Вроде бы он не нарушает закон, но с другой стороны, это поведение положительным, поведением, с которого можно брать пример, назвать тоже нельзя. Смотря чем вызван подарок и какими ответными действиями, вот, наверное, в чем там причина. В том числе да. И вот у нас в России тоже в свое время был принят моральный кодекс чиновников по инициативе президента Медведева. Вот как показала практика, большинство чиновников об этом документе не помнят. Что говорит, конечно, о очень слабом восприятии такой категории, как мораль. Будем надеяться, доживем до того времени, когда соблюдение морально-этических норм будет таким же обязательным, как соблюдение закона. Будем надеяться на лучшее. Спасибо за интересную беседу. Спасибо вам, Евгений. А я напоминаю, что мы обсуждали события, которые произошли на прошлой неделе. И у нас в гостях был преподаватель кафедры политологии Омского государственного университета Иван Жуков. Программу вел Евгений Ганштейн. Всего доброго. Продолжение следует...